Добро пожаловать на наш канал! Не из своего офиса, вот я уже написал, что сегодня мы в Санкт-Петербурге ведутся переговоры, сейчас сегодня было совещание с вице-губернатором в плане подготовки, так звук хрипит, сейчас чуть подправим, ага, да, максим, так лучше звук? Окей. Лучше звук? Я извиняюсь просто, что немножко сейчас так, в таком походном, потому что я приехал, ночь фактически не спал из Москвы, потом было очень серьезное совещание в администрации с вице-губернатором Игорем Албином, потом мы проводили совещание в Палпредске, в Северо-Западе, вот тоже наметили очень серьезный путь дальнейшего сотрудничества. На следующую неделю намечено уже совещание с двумя губернаторами, это Новгорода и Пскова. Вот, то есть это, друзья, опять же, вы нашу логику знаете, мы анонсируем это не для того, чтобы сказать, вот мы делаем то или это как показная часть работы. Это некие планы, которые намечают сейчас то, что мы сделаем, потом, когда это событие происходит, мы уже его анализируем в том плане, какой она приносит результат или какой не приносит результат. Поэтому это текущая работа и наши как раз вебинары с Алексеем отличаются тем, что мы в режиме реального времени рассказываем, показываем, что делаем, естественно, анализируя и показывая это с точки зрения Skyway. Естественно, что делая упор на технику, на экономику, на развитие, на перспективы, в конечном итоге на капитализацию того проекта, который мы сейчас делаем. И у нас сейчас очень активные идут события, то есть вот всю прошлую неделю эту мы сейчас готовим еще экономический форум, который будет на следующей неделе в Красноярске, тоже ведем переговоры и я готовлю сейчас подписание соглашения с губернатором Красноярского края Виктором Александром Толокомским и Натальданшим Юницким именно с точки зрения запуска проекта Skyway. И на территории Красноярского края и всего Сибирского округа. Поэтому я могу сказать, что это будет очень интересное событие, очень интересное такое масштабное развитие проекта. В следующую среду в большей доле вероятности мы с Алексеем вебинар будем вести из Минска, из конструкторского бюро, потому что тоже сейчас ведутся активные переговоры. И целая большая делегация очень крупных инвесторов, инвестиционных фондов на следующей неделе будет в Минске. И мы, соответственно, будем уже обсуждать, делать, смотреть продвижение конкретных проектов. Поэтому это, друзья, развитие проекта. Это то, что сегодня продвигается и на сегодняшний момент о том, что в Санкт-Петербурге принято решение сегодня запускать проект, делаться поддержанной администрацией. Это говорит о том, что время сегодня подошло и это крайне сегодня важно для всех нас, кто изначально в проекте, кто сейчас только подсоединяется в проект. А особенно это важно для тех, кто сейчас еще думает, получает, обрабатывает и анализирует информацию и для себя определяется двигаться дальше в этом проекте. Или еще посмотреть, еще получить больше информации, еще больше проанализировать для того, чтобы до конца определиться. Я могу сказать, что вот на сегодняшнем примере в администрации, когда были представители крупного бизнеса, представители различных регионов Северо-Запада, я могу сказать, что когда люди узнают о проекте и сразу это для вас, для тех, кто продвигает проект, вы сразу понимаете, что вот этот скепсис, вот этот, ну скажем так, первый барьер, он будет всегда. И я потом, ну, к сожалению, вот на таких текущих встречах не дают делать записи, но со временем, я думаю, мы с вами сделаем такие, я вам специально покажу, как происходит, как это делается. И вот сегодня, поверьте мне, у меня просто настолько большой опыт, настолько огромное количество за 15 лет проведено встреч, переговоров, жизнений. И сегодня, вот когда начался вот это рабочее совещание, оно получилось так, что там были представители еще нескольких направлений, которые предлагали. Канахную дорогу в Санкт-Петербурге, представители метро, которые копают, потом бизнес, который сейчас обстраивает разные вещи. То есть вы бы видели, какая была негативная и вообще, то есть настрой, с учетом, что отношение к Юницкому неоднозначное к проектам, потому что за 15 лет тоже очень большой шлейф и мифов, и откровенные клеветы. И просто зависти сегодня сформировалось вокруг, ну скажем там, лично имени Юницкого проекта Skyway нашей команды. И вот это вот негатив, для меня это, друзья, абсолютно привычное, я абсолютно к этому спокойно отношусь. Опуская определенные подробности, могу сказать, что после совещания мы на таком энтузиазме дальше наметили, как дальше работать, и это совещание перетекло в следующее, потом еще, и вот только буквально с 10 утра вот сейчас вырвался для того, чтобы пообщаться с вами, рассказать и то, что угодно. Поэтому, друзья, не расстраивайтесь или не опускайте руки, когда вам в лицо говорят, что мы это знаем, мы это слышали за 15 лет, ничего не продвинуто, все это ерунда. Друзья, относитесь к этому спокойно. Показывайте полигон, показывайте нашу работу, показывайте экотехнопарк, показывайте наши адресные проекты, которые сейчас активно двигаются. И в этом плане сразу выходит в другую плоскость разговор, потому что, как аргумент тоже, когда представители Минтранса увидели, когда Юницкий показывал, что сделано за два года, особенно за последний год, друзья, это вызывает просто, ну, скажем так, и восхищение, и в то же время недоумение. Как люди, которые собрались с большим сообществом людей, где нет крупных олигархов, где нет больших людей, которые толкают и лоббируют это в правительстве, где наоборот, есть сомнения и недоверие, и даже противодействие на всех уровнях, проект движется, развивается, строится, набирает обороты. И это, друзья, как раз то, что мы с вами этот каток разогнали, то, что это сегодня ракета стартовала, я могу сказать, что сегодня остановить это уже практически невозможно. А с учетом того, что сейчас подключаются уже крупнейшие просто инвестиционные фонды, то есть которые управляют уже не только десятками, а сотнями миллиардов долларов и евро, и вот как раз с такими партнерами мы сейчас ведем переговоры, и в ближайшее время я очень надеюсь, я не анонсирую эту работу, я говорю, что эта работа идет, и эти переговоры дальше будут уже между руководством этих финансовых структур и юницким, и я думаю, что к какому-то результату это все равно придет, потому что это, друзья, уже становится ощутимым. И то, что сегодня мы намечаем уже десятки и десятки соглашений с главами регионов, которые будут поддерживать проект и которые готовы сегодня продвигать и делать, это тоже говорит о том, что результат сегодня есть. И результат этой работы, это научное доказательство, это практическое применение, фактически торжество технологии Skyway над тем скептизом, над тем недоверием, над тем, ну скажем там, противодействием, которое сегодня действует. И вот сегодня, опять же, друзья, я просто извиняюсь по несколько совещания, самым большим сторонником, который оказался сегодня и который просто еще потом меня не отпускал почти час, это был начальник департамента транспорта Санкт-Петербурга. Он настолько загорелся, воодушевился и увидел в этом перспективу, и он говорит, что я много слышал о проекте, я много видел там роликов, которые были, но я не представлял, какую проблему вы решаете, что вы можете уже в этом году принести в Санкт-Петербург. И когда мы стали уже делать планы, строить уже графики по работе, я говорю, что это вот тот редкий случай, когда действительно профессионал в транспортной отрасли начал поддерживать, и он начал убеждать уже вице-губернатора, который, ну по сути дела, я его тоже давно знаю, но он с начальственностью, то есть его положение обязывает задавать каверзные вопросы, быть скептиком, то есть для того, чтобы не допустить ошибок на своей территории, он ведет такую позицию. А когда начальник транспортного цеха, как мы называем, одушевленно начинает говорить о перспективах технологии, он ему задал такой вопрос, а вы откуда это знаете, почему сейчас так поддерживает этот проект? Он говорит, да технически здесь все понятно, она абсолютно реализуема. Он говорит, а где вы это видели? И они ко мне поворачиваются и говорят, а где это сейчас построено или продемонстрировано? Я говорю, друзья, апрель месяц, конец месяца будет демонстрация прототипов легкого транспорта на полигоне в Марино-Горке. Мы вас как делегацию приглашаем, приезжайте, смотрите, изучайте, принимайте решения. И прям тут же дает поручение начальнику транспортного цеха поехать на полигон, лично изучить, пообщаться, сдать заключение. И если все это соответствует тому, чему говорил, тут же представить проект на территории Санкт-Петербурга. Поэтому, друзья, это как раз сейчас работа, которую мы ведем для того, чтобы такого рода специалистов, инвесторов приглашать в Марино-Горку, для них делать конкретные презентации, для них делать вот такие встречи для того, чтобы все это выглядело реальным, все это выглядело четко реализуемым и, соответственно, в железе, в технологии реализованы. Поэтому то, что сегодня делается в Марино-Горке, я об этом говорил на прошлом вебинаре, сейчас еще раз повторюсь, друзья, чтобы особенно, как мы называем, специалистов-технарей, которые начинают, что там три коллеги ковыряются в Марино-Горке, что они там делают, как можно технологию построить там пятью специалистами. Это очень задевает Юницкого как инженера, как генерального конструктора, потому что он всегда говорит, друзья, если бы у нас сейчас тысяча человек работало в Марино-Горке, и мы платили там сегодня миллионы зарплаты, они там строили этого пора, о какой высокой технологичности технологий можно говорить, о какой высокой производительности можно говорить, о какой низкой себестоимости можно говорить, если там будут работать тысячи людей, сотни единиц техники, и мы будем показывать технологии. Наоборот, то, что там работает 4-5 человек, это говорит о технологичности, о том, что это низкая трудозатратность и высокая за счет этого рентабельность. Нас, как инвесторов, это должно радовать, но мы это, друзья, должны пояснять, показывать и говорить этим скептикам. Тут мне один даже написал, что, знаете, я посмотрел бетон, который вы льете, он не похож на 500-й бетон, это максимум 300-й, представляете, какой умник, так сказать, это. И как вы можете утверждать, что у вас высокая прочность, если вы льете туда 300-й бетон? На что я ему отвечаю? Знаешь, что есть генеральный конструктор, который отвечает за качество и отвечает за технологию, которая работает. Если это все весной не упадет, не разорвется, а будет работать, значит так это и надо. Значит бетон, который применяется, нужной марки и соответствует этой работе. Вот тебя скажи, это каким образом волнует? Или ты хочешь показать, что ты сильно разбираешься в технологии? Это, друзья, тоже такие вопросы, которые постоянно сейчас возникают, особенно сегодня, опять извиняюсь за то, что переход к тому, что сегодня было, у нас произошел некий спор с представителями Санкт-Петербургского метрополитена. А здесь я вам могу сказать, друзья, петербургский метрополитен это издевательство над здравым смыслом, это издевательство над вообще сферой транспорта. Потому что вы представляете, в системе, где практически весь город стоит на болотах, где постоянные плавуны, где пески, где происходит смещение грунта, они сегодня прокопали туннели, они сегодня их забетонировали, и это болото сейчас сочится в метрополитен. Они откачивают миллионы кубов ежедневно воды, и при этом, вот вы вдумаетесь в технологию, они жидким азотом замораживают эти туннели для того, чтобы они не уходили и не разрушали путь. Вы представляете эксплуатацию? И после этого задают вопрос, это рентабельно когда-нибудь может быть? И сегодня, когда они обсуждают сотни миллионов долларов за каждый километр, с пропускной способностью 20-30 тысяч пассажиров максимум в час. И когда Юницкий дает на полигоне концепцию, вы видели ее в экотехнопарке, о том, что городскую систему, которую мы продемонстрируем в октябре этого года, которая будет также 30-50, а зачастую и 100 тысяч пассажиров перевозить, и при этом себестоимость будет меньше двух миллионов долларов за километр, вы представляете, как на это реагирует метрополитен? Они просто округляют глаза и говорят, этого не может быть, это ерунда. И вот сегодня технолог мне говорила, что вы не сделаете стрелку, которая будет вам переводить на высоте 6-8 метров подвижной состав. И она настолько активно и конструктивно доказывала, что мне даже на меня начали смотреть, говорит, она правду говорит. На что я задал вопрос, друзья, сколько весит метрополитеновский состав? Ну, они считали, считали, там вышли где-то в 2 тысячи тонн, у них там получился подвижной состав. Я говорю, и вы делаете стрелки, где у вас переходит тысячи тонн состава. А у нас подвижной юнибус, в котором едет 20-24, весит всего 3 тонны. Есть разница между тысячи тонн и 3 тонны. Соответственно, исходя из этого, вся логистика, вся технологическая конструкция очень простая. И вообще все, что предлагает инженер Юницкий, именно как с инженерной технологической точки зрения, это все очень просто. Это очень легко исполняется. И все вместе это дает колоссальный экономический эффект, который позволяет утверждать, что себестоимость будет очень низкая и рентабельность тех систем, которые устроятся, будет очень высокая. Естественно, вопрос, к которому мы сейчас подошли, и здесь, друзья, я могу сказать, это наша с вами заслуга. До демонстрации первых моделей, демонстрации мы с вами уже увидели, и мы это реализовали. У легкого транспорта юнибайков осталось демонстрации буквально несколько месяцев, и мы это покажем. До демонстрации сыпучих грузов городской системы и скоростной системы осталось менее полгода. И здесь, друзья, мы уже с вами имеем право говорить, что не верите, приезжайте на полигон, мы вас пригласим на демонстрацию. Если после демонстрации вас это не убедит, и вы скажете, меня все равно это не убеждает, значит, это либо по принципу «Баба-Яга всегда против», либо вы просто идиот. По-другому никаких мыслей здесь говорить не будет. Но я могу сказать, что большинство технологов, большинство инвесторов, которые приедут в апреле месяце на промежуточную демонстрацию, которые увидят действующий прототип подвижного состава, которые увидят строящиеся опоры на выстроенные 19 промежуточных опор и монтаж путевой структуры, я вас абсолютно точно могу уверить, что для большинства специалистов это будет более чем доказательным. А с другой стороны, я могу сказать, что сейчас начинается очень интересная работа, когда крупные финансовые институты начинают понимать, что они могут опоздать в той финансовой сфере, которая сейчас закручивается. Та, которая влечет за собой строительство Skyway, то, которое за собой влечет уже запуск всего проекта. Я могу сказать, что сегодня у нас уже есть партнеры, которые готовы реально разрабатывать, инвестировать конкретные проекты. Мы много говорили о проектах Ханой Каши Мин во Вьетнаме. Мы много с вами говорили о вебинарах, еще будем проводить по Монголии Таван Толгой. Это мощнейшее месторождение коксующейся углей. И сегодня Юницкий предложил концепцию и бизнес-план, который мы представляли правительству Монголии еще 5 лет назад на транспортировку 200 миллионов тонн в Китай. Это мощнейший проект в сфере коксующегося угля. Так вот, сегодня инвесторы готовы рассматривать, финансировать и входить уже в конкретные эти адресные проекты. И сегодня готовы в проекты входить в сибирский холод. То есть сегодня уже начинаются переговоры и с губернаторами сибирских регионов, в частности с Бурятии, Вячеслав Маговицын, и с пограничными территориями Китая о том, чтобы уже рассматривать проект о транспортировке сибирской воды, сибирского льда в Китай. И я могу сказать, что сегодня уже инвесторы готовы рассматривать вопрос о 100% финансировании этих проектов. Почему, друзья, это происходит? Я вам отвечаю. Потому что рентабельность и окупаемость этого проекта будет несопоставима с «Газпромом» и «Роснефтью» вместе взятой. А тем более, что сегодня при падающих ценах на углеводороды, сегодня о капитализации «Газпрома» сегодня смешно говорить, потому что он ушел уже из вообще 300 крупнейших компаний мира, при этом при крупных запасах. И сегодня он по капитализации сопоставим с интернет-компанией, которая предоставляет такси-услуги. Вздумайтесь, такси-услуги в интернете и российский «Газпром», который наше национальное достояние. Вот сегодня, друзья, это веление нашего времени, это то, что мы подошли. И те проекты, которые мы сейчас запускаем, делаем и которые уже проектируются, обсчитываются конструкторским бюро и которые уже обсуждаются на уровне реальных инвесторов, это уже становится реальностью. И то, что мы год назад говорили, что подойдет время, когда мы будем вести переговоры и проводить с конкретными администрациями, с конкретными венчурными фондами о том, чтобы входить в эти проекты, вот сейчас, друзья, могу сказать, это время активно началось. И мы с Алексеем и с Виктором Бабуриным, с Анатолием Ильичем, практически каждый день сейчас участвуем в этой работе. И этот процесс только начало, потому что сегодня есть инвесторы, это благодаря нашей работе, нашего SkyWay News группа, родилась работа в Австралии, Родхук, и вы видели и на русском, и на английском языке, репортажи о продвижении и запуске проектов по конкретным месторождению. Сегодня уже по этой аналогии ведется работа в Америке, в Израиле, в Европе. У нас на днях, мы много говорили, анонсировали, сегодня на вечернем вебинаре, наверное, Арманд расскажет о уже подписании соглашения с правительством Ирландии. Это тоже, друзья, все подходит в вопрос. И все это идет в логике развития проекта. И я думаю, что совсем недалек тот час, это буквально считанные месяцы, когда мы с вами будем наблюдать, что фонды будут уже выстраиваться в очередь, будет определенный тендер между теми компаниями, к которым вы входите. И мы с вами будем каждую неделю наблюдать запуск новых и новых проектов уже с применением. И высокоскоростной, потому что сегодня не буду как раз называть фонд и регион, потому что это уже бизнес-проект, и о нем будем говорить только когда он будет реализовываться. Но уже сегодня рассматривается трасса в 432 километра между крупнейшими мировыми центрами, который готов финансировать один крупнейший фонд. И на следующей неделе мы это будем обсуждать уже в конструкторском бюро с Анатолием Юницким. И что-то мне подсказывает, друзья, что будут очень сильные результаты. Так же, как и сегодня, я могу сказать, что интерес к тому, что мы делаем, уже на уровне бизнеса, бизнеса в Санкт-Петербурге, то есть сегодня крупнейшие бизнесмены, крупнейшие бизнес-сообщества уже рассматривают этот проект. Буквально через две недели здесь будет интересное такое сборище в Питере и бизнесменов. И они меня попросили сделать доклад, концепцию о стратегии развития Северо-Запада. И, естественно, друзья, с применением технологии Skyway, естественно, проекты, которые могут капитализироваться. С таким же примерным докладом на следующей неделе, скорее всего, сейчас идет согласование, последних нюансов будет выступление в Красноярске. Но, опять же, Красноярск показывает вот эта чиновничья среда, что идет противодействие, идет конкуренция, идет откровенная борьба. И сегодня уже Виктор Александрович дал прямое поручение своему аппарату, чтобы я выступил на форуме, доложил концепцию Сибири. Так вот, сегодня я уже могу сказать, что это в извращенной виде вывозится таким образом, что начинают ограничивать возможности выступления, ограничение участия нашего с Алексеем в Красноярском экономическом форуме. Мы, друзья, к этому относимся абсолютно спокойно. Это жизнь. И никто не говорил, что у нас будет легкая дорога, и нас все будут ждать с распростертыми руками. Нет, друзья. Мы с вами все, что делаем, мы берем сами. Все, что мы делаем, мы с вами создаем нашим трудом. Но у нас с вами есть колоссальное преимущество. Мы с вами делаем, работаем, и только благодаря опираясь на нашу работу, мы предлагаем и просим для себя каких-то решений. Потому что вот сами, друзья, вот представьте, если бы я сегодня пришел на совещание в мэрию, где сидят все транспортники, отвечающие за развитие, и говорил, что, друзья, мы разрабатываем технологию, мы делаем концепцию проекта, мы хотим у вас запустить вот такой проект. Дайте нам денег, чтобы мы вам это показали. Понимаете, какое отношение? То есть мы просим бюджетных денег налогоплательщиков для того, чтобы показать свою концепцию. Естественно, друзья, это неправильно. Естественно, отношение будет такое. И когда чиновник дает деньги, он, естественно, себя считает хозяином этих денег. А когда сегодня звучит вопрос, а сколько вам денег на это надо? Я говорю, друзья, ни копейки нам денег избыта не надо. Более того, та сегодня структура активистов, структура наших акционеров, и сеть, которая растет в Санкт-Петербурге, она не то, что с лихвой зафинансирует этот проект, она еще будет дальше и дальше развивать это в соседние регионы. И это абсолютно правильно, друзья. Более того, я вам говорю, друзья, я вот сегодня готов провести форум, а мы, кстати, договорились уже, потом у нас было совещание в Палпредске, это по северо-западному округу, что мы будем делать сейчас круглый стол с участием бизнеса, губернаторов близлежащих регионов, и мы будем уже выступать как система, которая привлекает инвестиции. Мы говорим, друзья, с нами приходят инвестиционные фонды, и они готовы выкупить сегодня акции ваших компаний целиком, которые вы сделаете. Давайте уже принимать решение. Мы будем создавать компанию «Северная жемчужина» в Санкт-Петербурге и продавать либо целиком ее иностранному инвестору, либо частично, либо будем делить, что иностранному инвестору, а что краудинвестингу, то есть инвесторы, которые хотят из жителей города поинвестировать в этот проект. Это, друзья, абсолютно правильный подход. И мы сегодня начинаем уже работать как инвестпроводящая и инвестпривлекающая система. Мы даем сегодня проекты, которые интересны крупным инвесторам. И это, друзья, прошу вас заметить и очень четко понять. Это еще до того, как мы продемонстрировали даже действующий прототип. А это произойдет, друзья, уже через три месяца. Через три месяца мы им покажем и юнибайки, и туристические модули, и покажем уже прототип городской системы. А в октябре, друзья, это все поедет уже в городской системе. Это будет прототип скоростной системы, будет прототип уже действующий образец перевозки грузов. Так вот, понимаете, насколько это будет интереснее. Опять же, мы еще пока допускаем такие слова, мы покажем, и это приведет, это будет. Но, друзья, не так далек тот час, когда вот это наклонение у нас будет уходить. Мы будем показывать, мы будем делать, мы будем привлекать и будем запускать. Поэтому я могу сказать, что в ближайшее время нас ожидает очень интереснейшее развитие событий. Потому что даже сейчас по тому графику перемещения, которое у нас с Алексеем будет, мы обязательно разработаем систему, что где бы мы ни находились, мы будем вести обязательно вебинары. То есть вот сегодня я из Питера, Алексей из Челябинска. Следующий у нас вебинар будет совместно с Алексеем. Мы будем в конструкторском бюро. Даже обещаю вам сделать несколько сюрпризов, которые будут, и там будет несколько очень известных вам людей поучаствовать в этом вебинаре. Там будет несколько, я бы так сказал, для себя сногсшибательных новостей, которые вы узнаете, которые мы озвучим именно из конструкторского бюро. Сейчас я просто анонсирую, что поверьте на слово, что эти новости будут сногсшибательными. А в следующий вебинар вы их увидите, услышите. И эта работа сейчас все набирает и набирает обороты. И, соответственно, мы на наших с вами школах, обучениях, мы возьмем обязательно сейчас логику показать вам капитализацию через адресные проекты. Я назвал уже сейчас проект «Аван Толгой». Это интереснейший, мощнейший. То есть это, если говорить в мировой экономике, это одна из жемчужин мировой экономики. То есть это мощнейшее месторождение коксующегося угля. И мы пытались уже с командой партнеров, которые были у нас 5 лет, с Анатолием Гладшим зайти. Даже Анатоли Гладшим встречался, по-моему, с вице-премьером. По-моему, даже... Я сейчас могу... Я уточню, у него, по-моему, даже с премьер-министром Монголии встречался. Но дальше этот вариант не пошел, потому что была жесткая конкуренция, и у нас не было такой поддержки, как сегодня. Вот в следующие выходные один из... Один, еще раз повторю, один из проектов, который будет обсуждаться и делаться, это наши партнеры. Сегодня берут на себя обязательство согласовать это с президентом, с премьер-министром Монголии. Берут на себя обязательство получить лицензии на разработку месторождения и внести их в то совместное предприятие, которое будет разрабатываться именно с компанией Skyway, куда мы с вами все, как акционеры, будем входить. И, соответственно, друзья, я могу сказать, что только одно это предприятие увеличит ВВП Монголии в два раза. А мы, соответственно, друзья, акционеры Skyway, именно той компании, которая сегодня представляет наши интересы. И та юридическая схема, которая отработана сегодня Анатолием Юницким и всей командой, которая работает в Skyway, она настроена таким образом, чтобы какой проект, в какой точке мира не пошел, мы, соответственно, друзья, будем от этого получать очень серьезные дивиденды. А здесь я могу сказать, что сегодня месторождение Таван Толго это самый уникальный коксующийся уголь в мире, добывает 2 миллиона тонн. С запуском нашей технологии эта компания выйдет на добычу и транспортировку 200 миллионов тонн. Вот сами подумайте, насколько это серьезный проект и то, что мы сегодня запускаем. Следующий на этапе этой группы финансовой, которая сегодня, ну, скажем так, она не стала еще нашим партнером, но очень активно идет к тому, чтобы стать партнером, это запуск месторождения в Боливии, это месторождение железной руды, называется Мутун. Это уникальнейшее месторождение, там порядка 2,5 миллиардов тонн железной руды с содержанием железа в руде более 67%. Соответственно, также одно из месторождений, которое в этой логике будет рассматриваться, это в Томской области месторождение обводненной железной руды, вот, ну и так далее, и так далее. Это мы с вами будем по мере поступления таких проектов, мы их будем с вами обсуждать, рассказывать. И наша задача, друзья, чтобы вы понимали, что капитализация складывается не из воздуха, не из-за того, что мы говорим какие-то адресные проекты, а из-за того, что есть бизнес-планы, есть бизнес-компании, и они реализуют эти проекты. Из-за того, что есть реальный инвестор, который это строит, есть власти, которые выдают лицензии, дают разрешения, есть потребители, которые эта продукция нужна. И каждый проект, который мы вам будем показывать, рассказывать, обосновывать, он будет абсолютно реальный. И мы не раз уже говорили, это проекты, вот, просто сегодня, вот, талант долгой, то есть, также будет сейчас очень интересно рассматриваться проекты, связанные с лесокомплексом, с транспортировкой в труднодоступных районах, транспортировка леса. Это тоже прерогатива, это тоже приоритет, который может дать технология SkyWay, что сегодня куда трудно добраться, где сегодня есть первоклассный лес, но не может сегодня любая другая технология, ни железная дорога, ни автомобильный транспорт дойти, мы как раз будем решать эти задачи. Это тоже будет целое направление, и уже в апреле, я абсолютно уверен, мы выйдем на контракты, которые будут исчисляться миллиардами долларов. И, соответственно, это, друзья, я сейчас анонсирую для того, чтобы когда это происходило, мы говорили, это были наши планы, мы это делали, мы к этому идем, и мы этого достигаем. Потому что на сегодняшний момент в той логике, как мы работаем, мы показываем наши цели, и когда мы к ним подходим, открывается следующий горизонт, так называемый горизонт планирования. И так как мы абсолютно открыты, мы показываем, что единственная отчетность сегодня всей группы компаний SkyWay, лично Юницкого, как главного гаранта того, что произойдет капитализация ваших инвестиций, это открытость и демонстрация того, что сделано, потому что то, что мы сегодня демонстрируем и показываем, сегодня оценить в каких-то конкретных суммах невозможно. И когда пытаются, опять же, умники, которые сегодня подходят, дайте отчет о расходовании финансовых средств. Сколько вы потратили и что вы, друзья, сделали? Это просто вызывает ухмылку, потому что то, что мы сегодня с вами сделали, друзья, я могу сказать, во-первых, не сделал бы никто, потому что нет такого второго инженера Юницкого. А третий момент, что всегда, приводим пример, давайте возьмем очень известную, хорошо популярную, я бы сказал, значимую компанию в мире Siemens, которая делает технологию САПСАМ. Она потратила 40 лет и 6,5 миллиардов евро, миллиардов евро для того, чтобы запустить технологию TransRapid, то есть магнитной левитации, и построила за это время всего одну трассу. Шанхай-Пекин, нет, Шанхай-Аэропорт, там всего 150 километров, и все, друзья, то есть инвестиция в технологию 6,5 миллиардов евро и никакой отдачи. И как вы скажете, когда вы покажете полигон этого TransRapid, можно спрашивать, сколько он стоит? Или сколько получили акционеры, которые вложили туда деньги? Нет, друзья. А мы сегодня показывая дело и говорим, что мы с вами сегодня инвестируя очень незначительные средства, но с очень высокой эффективностью, получаем то, что сегодня является убедительным для крупных инвесторов, для крупных заказчиков, для руководителей регионов, а в недалеком будущем и руководителей стран. Поэтому проекты, которые сегодня мы вам будем рассказывать, показывать, демонстрировать и показывать их эффективность, это и есть наша с вами капитализация, которая приведет к тем денчурным премиям, которые мы сегодня с вами все получаем, входя на ранней стадии проекта. И второй вопрос, который, по-моему, очевиден для всех. Друзья, как вы думаете, изменится дисконт венчурной премии, допустим, до демонстрации подвижного легкого транспорта, который произойдет через три месяца, или сегодня, когда все говорят, пока не увидим, не поверим? Конечно, я даже не буду вам с трех раз говорить, угадайте, конечно, изменится, потому что сегодня эта технология, которую мы декларируем, показываем на моделях и в анимации, а завтра она будет в железе. А в октябре, когда это будет демонстрироваться уже руководителем многих компаний, фондов ТАНК, мы показываем уже прототипы и действующие образцы, которые можно сегодня брать, заказывать, и разрабатывать конкретные месторождения и проекты. Поэтому то, что сегодня мы с вами сделали практически невозможное, то, что мы подготовили ту почву, которая нам сегодня позволяет и вести переговоры, и вести бизнес-контракты, которые будут уже выходить на конкретные заказы, это как раз, друзья, та работа, которую Юницкий выстроил за два года через Краут Инвестинг. Мы с вами, друзья, участники, та команда, которая сегодня сделана, выполнила эту работу. И сегодня мы практически приступаем уже к следующему этапу, это формирование компаний, формирование заказов, формирование уже тех конкретных проектов, которые будут нам капитализироваться. А Юницкий, который является гарантом всей этой работы, отстраивает систему таким образом, чтобы в каждый этот проект акционерам входила та компания, которая перед нами с вами несет обязательства. Поэтому с юридической точки зрения здесь могу сказать, это абсолютная защищенность и абсолютная юридическая, ну, скажем так, прозрачность того, что мы с вами участвуем в этих проектах. А дальше, друзья, никто у нас не отнимает право тестировать не только в корневую технологию, но и в адресные проекты, потому что это тоже будет интересно, и это тоже будет серьезно. Более того, я могу сказать, что после закрытия входа в корневую технологию, которая произойдет там, ну, я думаю, что во второй половине этого года, у нас с вами откроется уникальная возможность по поиску таких проектов и быть участниками именно уже конкретных проектов. И я думаю, что проект такой, как Сибирский холод или строительство линейных городов между конкретными пунктами, которые сегодня, я уже говорил, 432 километра первые начинают уже работать, я, соответственно, утверждаю, что это будут крайне высокие доходные проекты, которые ни с чем сегодня сравнить нельзя. А особенно это, друзья, актуально в том плане, что экономическая ситуация, которая сегодня идет, она, к сожалению, этот тренд продолжит. Цена на нефть будет все больше и больше скатываться к отметке сначала 20, потом 10. Соответственно, проблемы в российском бюджете и всей Евразии будут все больше и больше усугубляться. И в этом плане, друзья, я могу сказать, что проект Skyway, те конкретные компании, которые мы будем запускать, они на этом фоне будут активно развивающиеся, они будут привлекать инвестиции и российские, и зарубежные, и они будут как раз теми точками роста и в регионе, и в стране, которые будут давать очень серьезный результат. И сейчас, вот я могу сказать, на северо-западе, вот здесь вот мы прорабатываем вопрос, и мы будем сейчас выходить на концепцию, сколько реально мы можем до конца года организовать привлечение инвестиций, при том, что общая экономика региона, она просто катастрофически падает. Это, друзья, объективно, и ВВП России сегодня с дорожанием доллара по отношению к рублю, соответственно, просто катастрофически сворачивается. И этот процесс все будет дальше и дальше нарастать. И в этом фоне, в этом плане, когда идет всеобщий спад, когда идет всеобщая стагнация, когда все занимаются секвестрами бюджетов, когда все говорят, что страна скатывается в экономический коллапс, друзья, в этом плане я могу сказать четко, не верьте, скажите, что вы просто ничего не знаете. Так же, как все время, я, помните, на прошлом вебинаре сказал, что когда Кудрит заявил, что выдача земли на Дальнем Востоке Путиным – это афера, потому что там нет инфраструктуры, здесь мне хочется сказать, что Алексей Леонидович, посмотрите наши вебинары, почитайте информацию о Скайвее и о Элоне Маске, который сегодня запустил технологию автономной энергетики, а мы сегодня делаем дешевый транспорт, который делает доступными этими территориями. Поэтому без этих технологий, да, это афера, но эти технологии сегодня реальность. То, что делает Илон Маск сегодня, это абсолютно реально. То, что делает сегодня инженер Юницкий, это абсолютно реально. И это уже можно сегодня видеть и делать. Поэтому, друзья, на этом фоне то, что мы сегодня делаем, мы становимся реальной точкой роста, реальной точкой притяжения, которая будет сначала давать доходы и дивиденды нам с вами, как тем, кто вошел на ранней стадии и будет получать венчурные премии. Потом она будет давать доходность для тех, кто запускает и помогает этим проектам, потом регионе, а потом и стране в целом. Поэтому мы с вами делаем очень нужное, друзья, очень серьезное и высокодоходное дело. И даже лично для нас, что тоже очень важно. В общем, и для региона, и для страны. А те, кто, друзья, это не понимают, можно относиться к этому по-разному. Потому что есть люди, которые не хотят понять. Есть люди, которые не могут понять. Ну, по ограниченным умственным способностям. Но самые опасные, друзья, это которые знают, понимают, но сознательно мешают. И таких, друзья, тоже сегодня встречаются и делаются. И тоже я сейчас еще раз буду предупреждать и говорить, что готовится очень серьезный сегодня информационный вброс лично против Юницкого, лично против проекта и против многих директоров, там меня в том числе, для того, чтобы очернить проект, для того, чтобы бросить тени, для того, чтобы показать, что он несостоятельный. Поэтому, друзья, относитесь к этому тоже рассудительно. Относитесь к этому спокойно. Лучше задайте вопросы, чем делать поспешные выводы. Потому что на все вопросы, друзья, у нас есть ответы. И наверное, те, кто с нами уже не один месяц, не один год, вы, наверное, видите, что за свои слова компания Skyway, лично президент группы компаний Skyway, Антон Ощенинский и все директора, мы отвечаем. И то, что мы говорим, то мы и делаем. Мы обещали в этом году десятки адресных проектов, они обязательно будут. Мы обещали о том, что будет демонстрация на полигоне эко-технопарке. Она обязательно будет. И причем будет в несколько этапов, которые будут показываться уже весной этого года, потом летом, потом осенью. И это будет, друзья, очень серьезная, очень большая работа. Я передаю слово Алексею, то есть из Санкт-Петербурга, Челябинску. Алексей вам сегодня подготовил очень информацию по сравнению с несколькими технологиями по тому, что сегодня делается. И я думаю, друзья, что те, кто сегодня пришел получить новую информацию, я думаю, что для вас будет это крайне и крайне полезно. Алексей, тебе слово. Благодарим, Сергей Анатольевич, за суд. Действительно, друзья, новости развиваются стремительно. И та новость, которая, казалось бы, была новая, то есть вот сегодня мы хотели рассказывать про Красноярск, она уже не то, что устарела, но есть новости, которые еще более важные, еще более замечательные. И на самом деле наш проект развивается настолько стремительно, что скоро за неделю вот таких вот делегаций, визитов, посещений, переговоров, их будут в начале несколько штук, далее десятки. Это будут выполнять совершенно различные люди. Поэтому, собственно, сейчас у нас есть время примерно до 2016, до 2017 года, развить рынок и помочь в том числе и головной компании выстроить сеть адресных проектов. Ну, собственно, так как школа у нас направлена на получение необходимых знаний о технологии и, соответственно, сравнение с конкурентами, то есть мы сделаем специальный цикл вебинаров, на самом деле, по сравнению с конкурентами технологии Skyway. Но сейчас большая технологическая гонка, большая космическая гонка разворачивается таким образом, что сейчас два крупных игрока, на самом деле. То есть это Илон Маск с технологией Hyperloop, то есть сейчас разрабатывают не конкретно Маск, разрабатывают, соответственно, две организации даже и увидели ролик, специально ролик этот включили по Hyperloop и по нашему отчету за 2015 год. Соответственно, вы видите, что стройка у нас развивается более интенсивно и что у нас есть все шансы стать действительно первыми первопроходцами, так скажем, в этой технологии, в этой сфере, в этой огромной триллионной нише транспортного второго уровня. И сейчас это всеми, так скажем, фибрами финансовой души чувствуют многие игроки серьезные финансового рынка и начинают всплывать контакты давнего прошлого, которые общались с Анатолием Эдуардовичем Миницким, то есть вот те самые олигархи, те самые крупные предприниматели, которые понимают, что они не могут упустить эту технологию. Поэтому мы можем сказать, что на самом деле, опять же, из вебинара в вебинар я не устану повторять в этом году, что у нас может закрытие финансирования корневой технологии произойти в любой момент в 2016 году. В 2016 год он будет очень и весьма переломным для группы компании Skyway, для Skyway Invest Group, для всех фондов, которые принимают участие в развитии. И воспользуйтесь, пожалуйста, возможностью, те, кто особенно новички входит. Я не буду спрашивать и задавать вам вопрос, понравилась ли вам информация, планируете ли вам инвестировать или нет. Это решите сугубо вы сами. Также рекомендую посетить вебинары Андрея Федоровича Ковратова, вебинары для новичков, кто еще, так скажем, не въехал в информацию. Но вот эта фишка, которая представлена на экране, ее не было, когда мы входили в проект. И замечательное вот суждение Ольги в чате было на ответ кому-то на такой оппозиционный стандартный вопрос, какие-то сомнения там и так далее. Ну, сомневаться на самом деле у нас не то, что не было в чем сомневаться, у нас были кругом сомнения. У нас был абсолютно сырой проект, у нас даже системы финансирования нормальной не было. Не было никакого КБ, не было земли. Были только вебинары Анатолия Эдуардовича Юницкого, был только Сибиряков Сергей Анатольевич, которые эту идею доносили и донесли до первой сотни инвесторов, число, в которых я вхожу, Андрей Федорович Ковратов входит. И многие лидеры, многие руководители на сегодняшний день, фондов, фонды. И, соответственно, если бы не было вот этого этапа нулевого, минус первого я бы назвал, то ничего бы сейчас не было. И для вас сейчас великолепная возможность именно в рассрочку по лучшему фиксированному дискаунту. То есть, если произойдет закрытие финансирования корневой технологии, вы все равно сможете получить свои акции. Если, допустим, мы скажем, что берем паузу финансирования, не нужная, к примеру, на три месяца может так произойти, то этот дискаунт у вас будет сохранен. То есть, вы получите то количество акций, которые вы зарезервировали, потому что вы не виноваты в том, что, допустим, кто-то из крупных инвесторов закрыл финансирование. И вернемся к концепции Hyperloop. То есть, на самом деле, это очень важное понимание должно быть у каждого из вас. В первую очередь, вот оно к нам пришло Сергею Анатольевичу. Мы, соответственно, как проводники, как трансляторы хотели бы до вас донести. Вот сейчас будет... Настройтесь на очень такую важную информацию именно для тех, кого интересует вопрос, почему Hyperloop раскручен, почему Skyway, соответственно, действительно более эффективный. Ну, Hyperloop, на самом деле, сейчас замахивается на скорости, близкие к дальнемагистральной авиакции. То есть, это тысячи километров в час и более, до полутора тысячи километров в час. Соответственно, сама технология строится на использовании технологии глубокого вакуума. То есть, соответственно, это должна происходить очень серьезные сертификации и подготовка системы безопасности. Системы шлюзов. То есть, представьте, вы входите в этот подвижной состав, который находится в вакуумной трубе. Там, соответственно, разряженный вакуум, то есть, так называемый глубокий вакуум. И чтобы вам перейти в зону именно нормального давления, вам нужно вначале пройти через систему шлюзов. То есть, вы не войдете сразу и, соответственно, это можно сравнить с тем, что вы войдете на ходу в самолете на высоте 10 тысяч километров, просто влетите, откройте дверку, зайдете. Такого не бывает. То есть, нужна абсолютно серьезная система, дорогостоящая система, которая значительно будет удорожать вообще всю технологию, всю конструкцию. Ну и, соответственно, о таких показателях, которые даже декоруют, то есть, показатели на уровне современной, современной вот той же трассы, высокоскоростных перевозок в Китае там и так далее. И, соответственно, 30 миллионов долларов, это, скорее всего, такие заниженные показатели, будет больше. Но если, допустим, санкт-петербургские деятели готовы вкладывать миллиарды в строительство метро за километр, то тут, собственно, нет никаких сомнений, что уже за границей, если не будет такой технологии, которая будет более эффективная, более дешевая, менее энергоемкая, менее энергозатратная, то будут вкладывать в такую дорогую технологию. Но такая технология у нас есть. То есть, такая технология у нас есть Skyway. Такая технология есть у нас небесные дороги, струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Ницкого. Как хотите, так и называйте. И огромная опасность, огромная, так скажем, утечка вообще понятия безопасности в Hyperloop-системе заключается в следующем. То есть, представьте, что буквально там в миллиметрик будет отверстие, которое появится и, соответственно, произойдет разгерметизация салона. Буквально, ну, можно привести сравнение с крупинкой. Представьте, опять же, самолет, который перемещается в высоких слоях атмосферы и над облаками там и так далее. И, соответственно, в корпусе возникает пробоина. Что произойдет? Ответьте просто для себя на этот вопрос. Произойдет катастрофа, произойдет авария. Да, Hyperloop не рухнет на землю. Да, он перемещается в вакуумной трубе. Но все, кто будут в этом подвижном составе, они умрут, так как у них закипит кровь. Это научный факт, скажем. И более того, для грузов, если это будут пищевые грузы, более того, если это будет перевозка руды и так далее, разгерметизация салона тоже ничего хорошего не принесет, потому что качество довозимого товара, оно должно в данном виде. И ценность и качество высокоскоростных перевозок заключается в том, что товары и грузы должны сохранять свои лучшие качества. Иначе зачем эти товары и грузы, если уже скоропортящиеся продукты испортились, если уже окислилась, допустим, руда, если, допустим, к примеру, продукты питания, молоко и так далее, уже скислись, забродились, зачем эти продукты. То есть в грузовом направлении на самом деле тоже огромный вопрос. И мы планируем это все доносить, в том числе мы, я говорю, от группы компаний SkyWay на английском языке. И, друзья, мы не гонимся за количеством просмотра на YouTube. Мы сейчас движемся по конкретным шагам, по конкретным этапам. Я прекрасно понимаю и вижу вот этот пиар, в который вкладывается не одна сотня, я думаю, как минимум тысяча долларов, а то и десятки миллионов долларов, только в пиар, чтобы в средствах массовой информации России, в средствах массовой информации других государств, ну, что касается России, чтобы появилась статья, что кто-то из российских олигархов, соответственно, готов финансировать данную технологию. Может быть и готов, но насколько это будет оправданная инвестиция вообще. И самое важное, самое ценное тоже вот нашей технологии, чтобы вы осознавали, я это представлю на будущих школах именно в виде слайдов. Я думаю, что каждое вот это суждение нужно обрисовать в виде отдельного слайда, чтобы это у вас в ваших мыслях, вы передали, соответственно, вашим партнерам. Это то, что у нас будет концепция именно мгновенного перемещения. То есть, что будет способствовать вообще новейшему качеству жизни человека. Вот для чего я жду Skyway, то, что я без отрыва от своих дел, от повседневной жизни смогу перемещаться в нашем транспорте по линейным городам, я смогу выйти на любой станции, заняться любыми, какими я хочу, делами в том или ином городе, куда я прибыл. И это не будет меня выбрасывать из жизни, как я перемещаюсь на самолете и на самом деле на Hyperloop. Будет не лучше, не будет такого, что вы будете в порте, спать и так далее, в купе личном. Более того, я хотел бы смотреть по сторонам, я хотел бы видеть вот эти прекрасные пейзажи, пролетать на высоте от 15 до 15 и выше метров над землей и наслаждаться животным миром. Я просто буду смотреть в окно, когда я не занят, когда я не общаюсь с коллегами, с семьей, когда я не занят какими-то важными делами, буду наслаждаться этой красотой природы, в первую очередь русской. И, соответственно, такого не будет в вакуумной трубе. У вас будет просто мрак, и о каких удовольствиях вообще перемещения тут может идти речь. И вот то, что такое сознание, мы с Сергеем Анатольевичем часто общаемся, именно штурмуем мозгом, так скажем, и рождаем новые концепции. Родилась концепция, которая натолкнула на другую концепцию. Что такое мгновенное перемещение? Вот именно в понятии Skyway. Это фактически понятие круиз второго уровня. Почему круиз? Потому что он глубоко, без разницы, перемещаясь к круизе, скорость перемещения современного морского лайнера, она не такая большая. То есть это примерно 20-30 км в час. Ну, естественно, в морских узлах это все измеряется, но она не такая большая. Но вам без разницы, потому что с вами перемещается вся инфраструктура. С вами перемещаются рестораны, кинотеатры, спортзалы, библиотеки. Все, что ваша душа пожелает, все с вами перемещается. Опять же, об опасности в морских перевозах. Ну, я думаю, что опыт Титаника осел у всех в сознании надолго, так скажем. И это значит, что опасность перемещения на таких гигантских инфраструктурных, но приятных комфортах, в комфорте лайнерах круизных, опасность все-таки существует. И нам также, так как мы фактически в своей капсуле, в своем личном купе, кто-то захочет, допустим, в ванную в своем личном купе, золотой какой-нибудь, к примеру, кран. У каждого свои возможности, свои потребности. У кого-то будет чисто минималистичный стиль, все самое нужное, вплоть до того, что только сидение, туалет и все. Но он может в этом купе перемещаться из точки в точку по всему миру. И это как раз-таки и будет концепция мгновенного перемещения. Нам не нужно таскать всю инфраструктуру за собой. В этом ценность технологии Skyway. Мы приходим в инфраструктуру, мы въезжаем в инфраструктуру фактически, потому что анкерная опора может являться развлекательным центром, рестораном. Она может являться гостиничным центром, детсадом. Она может офисным помещением быть. И, соответственно, вот этого не давала ни одна технология. У нас либо отрыв от реальности, а от действительности мы помещаемся, я не говорю уж про метро, когда люди перемещаются в ожидании, когда они доедут до следующей станции. В Москве это 3-4 станции пересадок, в худшем случае, так скажем. И мне лично это не особо нравится. И когда люди, упершись в смартфоны, передвигаются, и, соответственно, настроение портится. Настроение портится из-за того, что там огромное воздействие электромагнитных волн. И Анатолий Эдуардович Юницкий объяснил и зафиксировал, что более 5 секунд вообще вредно находиться в метро. То есть это фактически транспорт изначально созданный, очень вредный для человека. Соответственно, возникает эффект депрессии, эффект конфликта с самим собой и так далее. Возникают психические расстройства, заболевания. Думаете, это так все происходит в мегаполисах? Думаете, просто так в метро ходят угрюмые люди? Просто метро делает таким людей. И на самом деле вся концепция линейного города, та идиллия, которую мы воссоздаем в технологическом аспекте, в технологическом плане, в первую очередь благодарность огромной Анатолию Эдуардовичу Юницкому. И то, что Жак Фреско делал в теории, мы делаем в практике. И на самом деле при формировании таких проектов глобальных на миллиарды долларов, я могу сказать, что вот эта концепция строительства линейных городов, она тоже не за горами. И я лично представляю относительно, как это будет, но как это будет в реальности, не знает никто. Не знает ни Сергей Анатольевич, и Анатолий Эдуардович Юницкий. Возможно, будет корректировать на ходу те нововведения, которые при вхождении в интернет, это невозможно было представить. И как изменится мир при вхождении в Skyway, Transnet, тоже в чате написали. Есть домен зарегистрированный Transnet. Друзья, это вообще вот как бы абсолютно самое меньшее, то, что может быть противоречием, каким-то препятствием. Скорее всего, откусанное яблоко тоже было где-то зарегистрировано. Это на самом деле рынок всегда рассудит победителя и выберет победителя. И на самом деле вот эта концепция круиза второго уровня, она позволит перемещаться из точки в точку, из части линейного города в другой. И Санкт-Петербург-Владивосток это абсолютно реальный проект, который будет достигаем и возможен к реализации. После уже начала шагания Transnet Skyway по планете в виде локальных, региональных адресных проектов. Но это все будет, скорее всего, развиваться параллельно. И, скорее всего, при текущих развитиях даже техническая документация, которая уже создана по грузовому, по пассажирскому, уже создается техническая документация по высокоскоростному транспорту. И вот эти процессы, они будут просто запараллеливаться. Соответственно, задайте себе вопрос, если, точнее, не если, когда, потому что недолг тот час, когда крупный инвестор, венчурный фонд, о котором мы так все с вами грезим, инвестирует 10-20 миллионов долларов, а может быть 50-100. То, какие вообще телодвижения будут по экотехнопарку. Либо от наших с вами неплохих усилий, я скажу, но те усилия, которые не сопоставимы с крупными инвестициями. Но, друзья, нужно отдать должное нам с вами, что мы двигаем этот локомотив, мы являемся топливом в лучшем виде. Но это все, вся энергия нам возвратится далее в виде. И на самом деле, вот сеть Transnet, я могу сравнить и Анатолий Эдуардович Юницкий, вот именно движение юнилётов, юнибайков, юнибусов, юникаров, представлял именно в потоке воды, потоке струи. И на самом деле, вот концепция мгновенного перемещения, это уже чисто тоже моя такая додумка, она подразумевает именно аналогию с потоком воды. То есть, как течет река. То есть, фактически мы являемся каплями, составными частями. И мы можем быть уверенными абсолютно, что если мы где-то свернем, допустим, впадем, если это поток воды, в какое-то озеро, море и так далее, остановимся, будем наслаждаться видом, пить кофе, заниматься своими делами, встречаться с партнерами, с любимыми родственниками и так далее. Но мы всегда сможем в этот поток вернуться, потому что он идёт постоянно. То есть, транснет – это поток. И не будет такого, что мы придём на станцию, а как иногда приходится ждать, я вспоминаю эти времена, на станции автобусной, на остановке, насколько долго в современных мегаполисах иногда приходится ждать общественного транспорта. Да, существует штатное расписание, но транспорт первого уровня настолько, наоборот, зависит от внешних факторов, внешней среды погодных условий, что штатное расписание, что оно есть, что нет. Здесь ты посмотрел смартфон, назначил время, когда тебе нужно, чтобы юнилёт, юнибайк, юникар, что касается грузов, товаров и так далее, отправить какую-то посылку, прибыл. И всё, ты снова в потоке, ты снова в движении. Поэтому движение – жизнь. Поэтому один из слоганов компании – жизнь в движении. И это абсолютно реальный такой слоган. Мы будем наблюдать и смотреть, какие логотипы будут придумывать именно крупные корпоративные объединения, какие логотипы придумала компания в Австралии, которая уже, на мой взгляд, зарегистрирована. И я думаю, что весной также уже Анатолий Эдуардович Юницкий, либо Виктор Бабурин полетят уже конкретно там. Потому что вот те события, что сейчас сваливается внезапно, и, допустим, экспертный совет, презентация Министерства транспорта Российской Федерации планировались немножко попозже. Но это всё настолько быстро меняется, потому что трудно себе представить, на самом деле, что появится завтра. Потому что тот бешеный объём, поток информации, который сейчас обрушивается, я думаю, на головную компанию, предложения и так далее. Настолько огромный объём, который нужно отсеивать, который нужно разгребать. Но самое главное, что мы, как старатели, сейчас действительно находим вот эти крупинки золота, вот эти грани алмазов создаём. И создаём действительно бриллианты уже настоящие. Это наши будущие адресные проекты, которые будут капитализировать, которые будут развивать наш проект. И хочу сделать анонс вебинара на 24 число. Вы сможете узнать на данном вебинаре, почему дёшево и даже бесплатно смогут передвигаться люди по линейным городам, по просто скоростным трассам сети Transnet. Почему квадратный метр площади торгово-офисных помещений будет минимальным по стоимости по сравнению с сегодняшними ценами на жильё, на аренду и так далее. И насколько вообще перспективны линейные города. Я рекомендую, конечно же, всем посмотреть линейные города, города будущего. Видео, которое в открытом доступе сейчас выложено. И, друзья, тот факт, что 2016 год ознаменовался падением многих показателей, многих индексов мировых. То есть, это американский фондовый рынок, показатели Dow Jones, это китайский фондовый рынок. Также показатели упали до плинтуса. Показатели индекса Baltic Dry также падают неимоверно. Это показатели перевозок сухого груза по мировым морским торговым путям, установленным, общепринятым. Это значит, кстати, что концепция, в принципе, концепция морских, она отходит также на второй план. Но, друзья, на фоне этого всеобщего упадка, когда мировой коллапс экономически назревает, и когда возникает конфронтация даже в плане движения технологии между евразийским пространством, между американским, западным пространством. Но, друзья, как раз-таки технология SkyWay, она все объединяет. И на фоне всеобщего упадка как раз идет рост и сверхбурный рост. И крайняя новость тоже хотел бы отметить, и мы не случайно включали этот слайд. Сейчас, кстати, находится на переговорах юридический финансовый отдел SkyWay Invest Group с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Я думаю, что на ближайших вебинарах для новичков, не техник экономических, а обычных, вы узнаете все эти новости. Новости будут более чем приятные. И, соответственно, так как нам необходимо, чтобы напрямую деньги попадали в КБ, и, соответственно, смысл этого заключается не потому, что хочется, а потому что деньги, пересланные в Беларуси, мы пересылаем два раза в неделю. Пересланные деньги на другие счета мы пересылаем раз в один-полтора месяца. И так как сейчас суперпогода для строительства, нам лучше бы пересылать максимально часто деньги в КБ. Соответственно, мы являемся проводниками, так скажем, питателями развития всей технологии. И давайте вот к этой просьбе руководства SkyWay Invest Group прислушаемся, и по возможности будем пересылать через СВИК от 200 долларов напрямую через Республику Беларусь. То есть, краткая информация, как это сделать, я озвучил. Ну что ж, друзья, на самом деле, я сам поражаюсь развитию проекта. Я предполагал, что 2016 год будет сверхбурным, но те темпы, которые у нас уже наращиваются, я предполагал, что, возможно, они появятся в конце 2016 года, уже после демонстрации и так далее. Ну все течет, все развивается и сбывается, сбываются наши мечты, сбываются наши планеты. И всем скептикам действительно повторяйте то, что мы, когда приходили, все было сыро, все было непонятно как, но если бы мы тогда не пришли, то ничего бы сейчас в тепличных условиях развития проекта, строительства в реальном времени, в железе, этого бы не было. Потому что, друзья, только мы с вами, только через народное финансирование, мы строим SkyWay, мы объединяем мир и мы спасаем планету. В чем наша с вами и заслуга? И давайте поставим задачи максимально доносить информацию, продолжать, не останавливаться, потому что осталось немного. Скоро, скоро уже все, победа, и я думаю, что 2016 год знаменуется с событиями, которых мы даже не представляем себе. Благодарю за внимание, всем благодарность, до скорых вебинаров, следите за расписанием, не путайте вебинары общие, вебинары чисто школы SkyWay Invest Group, потому что мы, Сергеем Анатольевичем, будем стараться давать именно такую информацию, вот как сегодня про Hyperloop, далее про линейные города, про концепцию мгновенного перемещения. Именно здесь будут такие аспекты обучения. А там, соответственно, свободный полет нашей мысли, SkyWay технико-экономической. Строй SkyWay, спасай Россию, строй SkyWay, спасай планету. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok